здравствуйте дорогие друзья я приветствую всех подписчиков нашего канала поля royal tv и кто еще не подписан кто смотрит канал предлагаю подписаться потому что мы начинаем цикл передач о аферистах на медиа просторах в интернете и вот об одной такой компании в которую не по своей воле попал я эта компания я ее называю гмс по простому вот эти три буквы они очень портят жизнь нашим творческим людям многие попали по своей наивности подписали с ними контракты хочу вернуться немножко назад откуда вообще я узнал о них еще где-то в году 13 меня на на это подбивал подписать ними договор подбивал игорь камич ну как он сам утверждает что он сейчас ними не работает они его тоже обманули и он от этого отошел многие это я утверждать не буду я ему предлагал записать свое видео он этого не сделал поэтому я вот так говорю откуда я узнал за эту компанию но лично я с ними ничего не подписывал и тоже попал попал как мои две песни и исполнил такой можно сказать шансонье жора сибирский то что поют мы песнями может даже приятно как поют это уже неважно но 17 года именно 17 года когда именно этот жора сибирский выставил свое видео ю тубе я увидел что он еще автор музыки и слов моих песен так чтобы не было голословия вам покажу это лично на примере вот заходим заходим на youtube находим находим канал ольга качанова это моя бывшая жена вот мы с ней начинали да тут всего 16 подписчиков но мы его потом почти сразу бросили я просто нашел самую первую загрузку хотя по-моему до этого тоже создавалась начатная я не помню и не знаю где его найти но вот первая загрузочка песни встречи было шесть лет назад вот мы и находим мы открываем видео тут еще видео старая уже его переделала на уже по новой загружена ну вот видео которое она была в первом в первом в первоизданном виде да тут это видно что я тут двенадцать пятнадцать назад на видео но само видео выложено 28 августа 14 года 2014 и давайте выключим чтобы нам опять претензии не предъявили за мои же песни вот ниже мы читаем ну и вот написано трек встреча исполнитель жора сибирский альбом но это уже не важно и лицензиары merlin denmark групп от лица вот этой самой компании мошенников которые называется gmc запомните буквы и никогда с ними не имеете дел но продолжим дальше запомните 14 год это я выложу а вот переходим теперь на канал по вот этой ссылочке там где поет жора сибирских ну конечно же комментарии которые писал здесь я мои друзья все это конечно же удалили давайте посмотрим теперь что пишется под видео у жора сибирского я родился в сказочной сибири ну естественно это гмс 17 год 5 5 апреля ну и понятно что это позже меня выложено это однозначно но что самое главное меня возмутило что композитор жора сибирский и поэт также жора сибирский но хотелось бы один вопрос задать откуда жора сибирский знаешь что такое смиричка вот просто один вопрос пусть он ответит ну конечно google в помощь но естественно в россии за смиричку никогда не пели и петь не будут я так думаю что это не так вот 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 И недавно, благодаря моим друзьям, они меня познакомили с человеком, который работает в компании Мэрвин Ден Марк. И я обобщался с этой женщиной, она пообещала убрать все запреты на мои песни, которые у меня стоят. Собственно говоря, я вам также предоставлю нашу переписку, и общую, и лично с этим человеком. Первое письмо, которое пришло, это была общая переписка. Ну вот Наталья, это одна из моих друзей, которые помогают мне в этом вопросе разобраться. Вот такое письмо. Валентина, добрый вечер. С нами подписал контракт Виктор Качанов, то есть я, творческий псевдоним Витя Сапожник. Предоставил нам свои песни, но долгое время его песни монетизирует ГМС с другим исполнителем. Исполнитель Жора Сибирски. Песня «Встреча». Как быть и что делать? Валентина отвечает Наталье. Это кавер-версия. Насколько я знаю, это старая блатная песня, автор которой неизвестный. В данном случае вы можете только снять заявку от ГМС с этого видео с уважением Валентина. Ну и вот вы видите Денмарт, Медиа и так далее. Также вот я отправил Наталье свои свидетельства о публикации двух песен, которые были претензии. И вот Наталья опять же пишет Валентине. Добрый день, Валентина. Виктор Качанов автор этой песни. Более того, он написал это про свою встречу с первой женой. А Семен, это еще один друг, который мне в этом помогает, подтвердил, они старые знакомые. Вот свидетельства о публикациях двух песен. Ну, предоставлены скриншоты с сайта стихи.ру. Ну и это была переписка общая, то есть я тоже это все читал, меня подключили. Ну и я сначала не понял, что это общая переписка. Я пишу Наталье. Здравствуйте, Наталья. Кто эта женщина Валентина? Которая мои песни обозвала кавером. Ну, это я так, с сарказмом написал. Я не знал, что она тоже это читает, это общая переписка. И затем я решил сразу обратиться к Валентине. Вот это письмо. Здравствуйте всем. Хотел бы лично обратиться к Валентине. Здравствуйте, Валентина. Для завязки общения хотел бы для начала задать вам вопросики. Почему вы решили, что песня «Встреча» – кавер на старую блатную песню? Ну, тут немножко с опечатками, это я быстро писал. Могли бы вы предоставить оригинальную запись исполнения, то есть не кавер? И еще. Почему под видео обозначен композитор и поэт Жора Сибирский, если это кавер? А после я смогу вам рассказать историю данной песни. Кстати, песня «Сын одесского народа» за нее тоже имею что сказать. С уважением, Виктор Сапожник. Ну и в следующем письме мне уже отвечает сама Валентина. Здравствуйте, Виктор. Прошу прощения за ошибочное мнение относительно песни «Встреча». Поэт и композитор указан был так, как нам предоставил лейбл, то есть ГМС. С уважением, Валентина. Ну и я культурно ответил, Валентина, благодарю вас за ответы и понимание. Думаю, что ваш лейбл, мне даже было неприятно написать эти буквы, решат этот вопрос по справедливости. А сибирскому я не давал никакого разрешения на исполнение. Тем более, так портит мои песни и при том называться автором музыки и слов. Это относится к двум моим песням «Встреча» и «Сына одесского народа». Еще раз спасибо за понимание. С уважением, Витя Сапожник. Ну это одно. Помимо этого, на GSM очень много людей пострадали. Но я не буду говорить за них. Они присылают мне свои видео. И в наших передачах мы обязательно будем показывать этих людей. С их слов вы все узнаете об этой компании, с которыми конкретно нельзя связываться. Ну и не буду вас долго томить. Хочу просто сказать, будьте осторожны. Не подписывайте никакие договора с этими аферистами. Вы уже знаете эти буквы. И мы постараемся вообще их удалить с просторов интернета, благодаря нашим передачам и, конечно же, вашим обращениям, видеообращениям, которые вы будете нам присылать. Есть уже присланы. Ждите следующую передачу. Кто еще не подписан, подписывайтесь на нас. Ну, а я говорю всем пока-пока и удачи в жизни. Субтитры сделал DimaTorzok